Сейчас я прошу всех военачальников, которые сейчас задействованы в Украине, которые ведут боевые действия, и неважно с какой стороны, и украинских, и российских, отвечающих за тактику, стратегию боевых действий. Подходите все сейчас к экранам, для вас будет курс по ведению боевых действий, по тактике ведения боевых действий, обороне, нападению и так далее. Лектором для вас будет Кадыров Рамзан Ахматович, человек с очень большим боевым опытом, умением руководить боевыми операциями. Смотрите внимательно. Талантливый человек, талантлив во всем, гласит русская народная поговорка. И вот это видео, это типичное олицетворение этой поговорки. Это был короткий курс по тактике, как защитить, как прикрыть бойца, как вести правильно атаку. Подобные курсы повышения квалификации от Рамзана Ахматовича Кадырова будут проходить регулярно. Мы будем публиковать их здесь, на моем канале. Поэтому в четверг, в воскресенье, все задействованные военачальники в этой войне, приходите, смотрите, набирайтесь опыта, берите уроки Кадырова Рамзана Ахматовича. Они абсолютно бесплатны, за это ничего платить не надо. Он просто, как жест доброй воли, делится своим опытом. Точно так же, как российское командование, оно вообще любит жесты доброй воли преподносить во время войн. Они жестом доброй воли ушли из киевского направления, жестом доброй воли просто оставили остров Змеиный. И вот сейчас очередная порция жестов доброй воли, это вот эти вот бесплатные курсы ведения боевых действий, тактика, стратегия, автоматчик, прикрытие, атака, оборона. Обо всем об этом вам будет не только рассказывать, но еще и будет показывать Рамзана Ахматовича Кадырова. Милости просим. Ты правда считаешь, что фашистская Германия была союзником чеченцев или это сплетни? У Алейкум Ассалам нечто подобное говорил и говорю, но не в прямом смысле, что была союзником. А я говорю, что во время этой войны, когда немцы воевали с Советским Союзом, Советским Союзом, который оккупировал нашу территорию, то и являлся нашим врагом. В этой ситуации враг нашего врага является нашим другом. И поэтому для чеченцев на тот момент наступающие немцы могли бы быть союзниками. То есть для нас, как для народа оккупированного, было выгодно, чтобы в этой войне Советский Союз потерял его поражение. Это нужно понимать. Разумеется, чеченцы понятия на тот момент не имели, что это за страна, что они там творят, что у них за концлагеря и так далее. Мы этого знать не могли. Но зато мы прекрасно знали, что творит эта страна, Советский Союз. Какие здесь концлагеря, как они нас на протяжении уже нескольких столетий уничтожают, как наших отцов, наших матерей всех там отправляют в Булаги. И это все мы знали, это мы видели, это для нас больно, понимаете? Как для... Я понимаю, допустим, для еврейского народа, это будет звучать очень странно, потому что для еврейского народа безусловным злом являлся Третий Рейх. Потому что они были в таком же положении в Рейхе, как мы были в Советском Союзе. Понимаете? Для них они были врагами. Для нас же Советский Союз были врагами. Евреев освободил, получается, Советский Союз, когда победил немца. Вот точно так же нас бы, получается, освободили бы немцы, если бы они победили Советский Союз. Понимаете? Мы, конечно, не знаем, что было бы. История не терпится слагательств. Поэтому, может быть, не стал бы там никто освобождать. Может быть, это была бы оккупация просто другими. Мы этого не знаем. Но факт остается фактом, что враг моего врага является моим другом. Поэтому, да, это я говорю, это просто рациональное размышление. Это не значит, что Третий Рейх хороший. Это не значит, что Гитлер хороший. Это тем более не значит, что преступления, которые они совершали, они как-то оправдываются. Ни в коем случае. Это были две империи зла, которые схлестнулись. И для нас большим злом среди этих двух зол был Советский Союз. Он для нас большее зло. Потому что мы страдали от него. От немцев мы, ну, мы от них не пострадали. Поэтому для нас они не были таким злом. И даже сегодня, переоценивая все то, что было, я говорю, смотря обратно, что для нас Советский Союз является большим злом. Для евреев, там, других народов, которых преследовали в Третьем Рейхе. Для них, безусловно, Третий Рейх является большим злом. Но это для них. А для нас Советский Союз. И мы не имеем к ним претензий. И они не должны иметь к нам претензий. То есть, они не должны иметь к нам претензий из-за того, что мы считаем Советский Союз большим злом. Понимаете? Также и мы не имеем к ним претензий от того, что они считают Третий Рейх большим злом. Тумсо, почему чеченцы из Швеции не сделают травлю Чимаеву? Пусть каждый знает, что общение с Кадыровым токсично. Даже на камеру спросить у него. Дмитрий, что ты подразумеваешь под словом «травля»? Если ты подразумеваешь что-то противозаконное, то мы этим не занимаемся. Мы законопослушные, цивилизованные люди, чеченцы, проживающие в Европе. Поэтому мы таких вещей не делаем. Если ты имеешь в виду какой-то бойкот этого человека, то он и так, поверь мне, уже давно существует. Никаким там авторитетом, уважением он не пользуется у нормальных людей, у нормальных чеченцев. Не только чеченцев, вообще у нормальных людей. А те, для которых это нормально, обниматься с Кадыровым и так далее. Ну, что таких людей, в принципе, мы и так их всех бойкотируем. Поэтому то, что они там вместе где-то, может, собираются, какие-то уважения, почеты тому человеку высказывают. Ну, что поделаешь. Мне интересно, что те, кто поклоняются Хабибу, которые называют себя россиянином Путина, который, он имел в виду, называет себя россиянином Путина своим лидером, а Кадырова братом, залезают в чеченские темы и пытаются в сторону Чимаева болтать. Ну, во-первых, мы не знаем конкретно этот человек, как он относится к Хабибу. Это во-первых. Во-вторых, я бы все-таки, ну, я их не ровняю Хабиба с Чимаевым. Хабиб это все-таки человек со своими амбициями. Это человек, который, ну, под Кадырова легче ему не захотелось. Вот эти вот борьбы с Кадыровым, там, нянчиня его детей, это, ну, не для него. Хабиб все-таки фигура покрупнее, тем более фигура со своими амбициями. И из-за этого, я думаю, его там и не взлюбили очень серьезно. Хотя, в целом, я с тобой, конечно, согласен. У него есть там такие высказывания, и недалеко, конечно же, он в целом упал. Но, тем не менее, он далеко не ровня таким, как вообще не только вот одному Чимаеву, а вообще таким спортсменом, который становится марионетками в руках Кадырова, который считаю для себя нормальным, понижаться там, нянчиться с его детьми и всякие писать хвалебные оды, я бы их неравнял. Субтитры создавал DimaTorzok